Смоленская АЭС Мирная Ассоциация операторов эксплуатирующих АЭС Итоги дня охраны труда Корпоративные турниры по бадминтону и питанку Открытое первенство по гребле на лодках «Дракон» На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомной станции концерна «Росэнергоатом» В работе 29 энергоблока в ремонте 7 Фактическая мощность 25252 мегаватта на 6 утра Выработка 101,9% План заданию ФАС О техническом состоянии Смоленская АЭС сообщил главный инженер предприятия В работе 3 энергоблока Второй блок работы третьей машины Машина четвертая находится в ремонте работы в графике Мощность суммарная 2590 мегаватт Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 30 дней сентября составила 1,6 млрд кВт-ч Всего с начала года выработано более 13 млрд кВт-ч Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям Готовность Смоленской АЭС к несению осенне-зимнего максимума нагрузки подтвердила комиссия концерна «Росэнергоатом» Инспекционная проверка на станции прошла с 23 по 27 сентября Ее цель – оценить полноту и качество реализации мероприятий, направленных на обеспечение надежной и бесперебойной работы АЭС В период несения максимальных нагрузок, выполнение заданий по отпуску электрической и тепловой энергии В состав комиссии вошли эксперты Центрального аппарата эксплуатирующей организации Калининской и Кольской АЭС Готовиться к прохождению осенне-зимнего периода коллектив Смоленской АЭС начал с марта Оценивая готовность Смоленской АЭС к работе в условиях низких температур Комиссия концерна «Росэнергоатом» провела осмотр основного электротехнического и гидромеханического оборудования, производственных зданий и сооружений Эксперты проанализировали производственно-техническую и организационно-распорядительную документацию провели собеседование с персоналом Наша комиссия рекомендует выдать Смоленской АЭС паспорт готовности к несению нагрузки в осенне-зимний период То есть Смоленская АЭС перед нашим приездом провела хорошую самопроверку Видно, что станция подготовилась Видно, что люди знают свое дело Поэтому мы рекомендуем выдать паспорт готовности По результатам проверки комиссия эксплуатирующей организации отметила положительные практики Смоленской АЭС, рекомендованные для тиражирования в других филиалах Число экспертов партнерских проверок Всемирной Ассоциации операторов, эксплуатирующих атомные электростанции увеличилось на 14 По инициативе руководства Смоленской станции в Десногорске 24-25 сентября состоялся специализированный обучающий курс Советники Московского Центра Всемирной Ассоциации Организаций, эксплуатирующих атомные электростанции Евгений Хромовских и Дмитрий Базарев провели семинар для сотрудников предприятия Успешно освоив программу и получив свидетельство, они могут быть включены в команды партнерских проверок В 2015 году на подобном выездном семинаре были подготовлены более 10 сотрудников Смоленской АЭС Многие за истекший период выступали экспертами в партнерских проверках по своим направлениям На семинаре будущие эксперты детально разобрались в методологии партнерских проверок Этапах и элементах, особенностях проведения наблюдения интервью, анализа выявленных фактов и определения их причин, формирования областей для улучшения из сильных сторон По словам Евгения Хромовских, главный результат проводимых партнерских проверок в том, что рекомендуемые области для улучшения стали менее критическими, чем раньше, когда программа только стартовала То есть атомные станции намного подняли свой уровень безопасности, однако появляется новый опыт, который необходимо изучать и передавать следующему поколению Все участники семинара проявили очень большой интерес к этой работе, все очень активно включились в работу Мы получили хорошие отзывы, получили позитивную оценку этого семинара Потому что мы привлекаем всех работников к активной работе Не только мы даем возможность выслушать теоретические выкладки и как проводить партнерские проверки Но и предлагаем реализовать свои навыки, навыки как эксперта в плане написания фактов о наблюдениях, в плане выявления сильных сторон, в плане как формировать, анализировать полученные факты и переводить их в области для улучшения Это позволяет станции и работников более активно понимать это все И в целом, я считаю, что все участники семинара справились с этой работой и они получили очень хороший опыт На Смоленской АЭС подведены итоги дня охраны труда, прошедшего по теме нарядно-допускная система производства работ, подготовка к работе в зимних условиях Во всех подразделениях станции были проведены проверки в рамках административно-общественного контроля Обходы прошли во всех подразделениях Состояние оборудования, готовность станции к работе в зимний период в хорошем состоянии Сегодня было отмечено при проведении обходов дня охраны труда Очень хорошее состояние оборудования и помещений реакторного цеха на втором энергоблоке Мы не выявили у реакторного цеха ни одно замечание В целом, Смоленская АЭС готова к работе Более 80 атомщиков стали участниками корпоративных турниров по бабментону и питанку Которые традиционно прошли в городе-спутнике Смоленская АЭС Десногорске 23-26 сентября на спортивных площадках Атомграда За победу боролись команды Центрального аппарата Росэнергоатома Смоленской, Балаковской, Ростовской, Кольской станции Профсоюзной и ветеранской организации САЭС Смоленского филиала акционерного общества Атомэнергоремонт Соревнования по питанку проходили в санатории-профилактории Лесная Поляна Соревнуюсь в меткости бросания шаров Мужские и женские дуплеты Играли по круговой системе В упорной борьбе общекомандам зачете Наши спортсмены заняли весь пьедестал почета Первые и вторые места у команд Смоленской АЭС Третье место у ветеранов Атомной станции Мастерство владения ракеткой Бабментонисты демонстрировали физкультурно-оздоровительном комплексе Десна Борьба за лидерство здесь была также напряженной В общекомандном зачете спортсмены Смоленской АЭС Заняли первое и третье места На втором месте Балаковская станция Победителям и призерам вручены призы от концерна Росэнергоатом Администрации и профсоюзу Смоленской станции А также кубки, грамоты и медали На торжественной церемонии закрытия турниров Председатель первичной профсоюзной организации Смоленской АЭС Юрий Кузнецов Поздравил всех участников с победой Ведь проигравших в этом празднике спорта и дружбы нет Вы уже здесь стали друзьями Кто-то даже не был знаком друг с другом Вы все равно познакомились Кто-то получился опыт у другого И мы поэтому никогда не говорим До свидания, прощания Мы говорим до новых встреч До новых встреч на наших играх Ждем вас в гости всегда 28 сентября на Десногорском водохранилище Прошло открытое первенство погребли на лодках «Дракон» Посвященное Дню работника атомной промышленности И Дню освобождения Смоленщины В нем приняли участие более 120 спортсменов из Москвы, Твери, Белгорода и Десногорска На церемонии открытия исполняющей обязанности заместителя директора Смоленской АЭС Владимир Исаев поздравил спортсменов с праздниками и пожелал удачи в соревнованиях Вот уже как пять лет данный вид спорта прописался в нашем городе спутники атомной станции И с каждым годом данный вид соревнований, спорта получает новых последователей Уверен, что данные соревнования пройдут красиво, успешно И данные соревнования являются примером здорового образа жизни Для молодежи Смоленщины, для молодежи Десногорска В инициативе работников станции была создана единая городская команда Или сказать правильно клуб, это называется он Атом Где мы, независимо от тех предприятий, где работаем Мы все жители Десногорска, едины, ходим в один клуб И всегда выручаем и помогаем друг другу на всех видах соревнований И это радует Команда из Белгорода, в отличие от постоянных участников соревнований в нашем городе Спортсменов из Москвы и Твери, впервые приехала в Десногорск Три года назад мы создали свой клуб Участвуем в всероссийских соревнованиях Очень рады, что такой великолепный водоем, хороший прием Отличная погода для осени Поэтому нам нужно набираться опыта Мы тут гоняемся, выступаем Для любых спортсменов нужны старты И с этой стороны мы очень рады, что вот здесь Как бы профсоюз Смоленской атомной станции Находит возможность Есть ребята-организаторы Потому что бывает есть деньги, нет людей, которые болеют душой Вот здесь у вас сложилось, что есть люди, которым это нравится Есть финансовая возможность И соответственно еще раз огромная благодарность организаторам соревнований По итогам соревнований мужская команда клуба «Атом» Стала безусловным лидером на дистанциях 500 и 3000 метров В заездах смешанных команд, мужчины и женщины, на дистанциях 500 и 1500 метров «Атом» стал бронзовым призером Победители и призеры соревнований получили грамоты и медали Завершилось мероприятие традиционным салютом В этом году, в принципе, команда «Атом» выступила, я считаю, что очень достойно, очень хорошо На данный момент у нас 29 человек призеров, это уже существует, это факт Призеров Европы Из них все 29 будут, так сказать, присвоены спортивное звание Огромное спасибо людям, которые приняли, так сказать, непосредственное участие У нас атомная станция ППО САЭС Огромное им спасибо за доверие, за то, что в нас верили На этом наш выпуск завершен Вы смотрели новости Смоленской АЭС С важными событиями и жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС На сайте росэнергатом.ру А также в официальной группе Смоленск АЭС В социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм А я с вами прощаюсь, увидимся через неделю Хороших вам новостей, до свидания Субтитры подогнал «Симон»